Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Поступил вопрос в редакцию портала «Можно ли осуждать священника?». Этот вопрос часто возникает, особенно в связи с тем информационным потоком, который сегодня представляется нашему взору в разного рода СМИ. Вспоминается послание апостола Павла к Эфесиным. В 31 стихе 4 главы и до окончания этой главы говорится следующее. «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречия со всякой злобой, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощение предполагает тот факт, что ты не забыл злодеяние человека, но что ты готов будешь, в случае, если тебя лично спросят, чего этот человек достоин, ты встанешь перед Богом и скажешь, «Господи, я прошу тебя, не оставь этого человека, не погуби его ради того, что я на него обижен». На самом деле, не нужно забывать о том, что любой священник является нашим с вами собратом, что перед чашей мы с вами все равны, священник ли то будет диакон, епископ или мирянин. Мы с вами исповедуем на основании текстов Священного Писания еще и тот факт, что все христиане носят на себе печать дара царственного священства. Это то обетование, которое было дано еще в Ветхом Завете и которое реализуется на новозаветном человечестве. Поэтому осуждать вообще друг друга нельзя. Это связано с тем, что наша информация о согрешении человека слишком субъективна. Мы не знаем внутреннего. Мы часто видим только вершину айсберга, мы видим внешне, как человек поступил, плохо ли это было или хорошо. Мы не знаем внутренних помышлений, из-за чего, причин, почему человек так или иначе поступает, почему он так или иначе сказал. Поэтому осуждение это плохо. Но с другой стороны, говорить о том, говорить на злое добро, на черное говорить белое, на белое говорить черное, тоже не следует. Чем отличается осуждение от обсуждения, от констатации факта? Как следствие отличается от суда. Судья выносит приговор, судья признает человека виновным, а следствие собирает факты. Когда мы с вами приходим в церковь, то мы должны помнить, что всякий священник может ошибиться, всякий священник может упасть. И так же, как и мы с вами не должны быть осуждаемы, так и священник не должен быть осуждаем. Но грех священника можно назвать грехом и сказать, что это плохо. Может быть, если мы имеем на это силы и возможности помочь ему, увидеть его, помочь ему избавиться от него. В отличие от жреческого отношения к священству в Ветхом Завете, новозаветное духовенство — это совсем другое. Но все наши несогласия, все наши раздражения, споры и прочее должны решаться в духе любви. Мы должны с вами научиться говорить друг с другом. Чаще всего сегодня при большом обилии храмов в городах, особенно, голосование за священника происходит ногами. Человек может просто взять и поменять приход, и на самом деле он на это имеет полное право. Но с другой стороны, если он имеет в себе силы, возможности, если он имеет в себе любовь и уважение к своему пастырю, он может помочь ему разобраться, да помочь даже себе разобраться в этом айсберге, увидеть его, может быть, с другой стороны. Потом, конечно, очень важно, чтобы мы были открыты друг к другу, чтобы мы умели говорить друг другу правду, как бы иногда это неприятно ни звучало, и старались жить действительно по заповеди Христовой. Помните, что приходим мы в храм не потому, что здесь все здоровые, здесь все хорошие, добрые и святые, а приходим сюда для того, чтобы исправиться самим, для того, чтобы всем вместе идти за нашим пастыреначальником, Господом Иисусом Христом. Спасибо. Спасибо.